добрый вечер дорогие друзья с вами антоха играет продолжаем проходить mass effect the legendary edition вторую часть играя в неё первый раз в жизни если вдруг кто-то не в курсе вот как то так значит на чем мы остановились остановились мы на том что очень интересно организован этот ремастер нельзя удалить выборочно часть который ты уже прошел он занимает 100 гигабайт на жестком диске и я не могу от первого я прошел я не могу и удалить чтобы освободить место а случилось так что у меня весь диск загадился и мне бы срочно освободить место прямо есть жизненная необходимость но ладно нытье в сторону значит мы сейчас на на чем мы мы на как надо на и луми мы мы на и луми и нам надо как раз сделать сделать все задания которые на у нас на и луми тэн грехи отца тэн хочет пообщаться с вами по личному делу этого о наш убийца наемный не это парам помпом вот и лумяр обзлом системе давайте взломать охранный терминал найдите охранный термину взломать их и затем найдите необходимые данные передайте их ляре если честно я уже запамятовали ора это у нас кальмар из первой части мы тут с ней встретились она тут много чем заправляет ладно давайте и лум вот это передадим данные дать данные найдите на иуме саларянцы раза скинга ищего данного семьи Stellarazas и Передайте их ему. Где искать не указано. Хорошо. Ну, может, между делом найдем. Тогда вот. Джанна Паразини. Джанна Паразини попросила помощи в тайной операции. Она хочет доказать, что магазин неподалеку торгует запрещенной техникой. Так мы же это сделали. Поговорить же дальше с Джанной. Хм. Хм-хм-хм. Изучить пиво. И пиво мы уже изучили. Лично. Продегустировали. Она, кстати, сидела там в зале. Вы, случайно, не Капитан Шепард? Ладно, уговорила. Давай, я поговорю с тобой. Вы Капитан Шепард? Я видела вашу, ну, скажем, ауру. Я везде вас узнаю. Меня попросили перед встречей передать вам послание. Это о той, чьей дружбой вы заручились на Наверии. Наверия, 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 что за Наверия? Я помню название планеты. Я абсолютно не помню, что там происходило. На Наверии было много народа. Нельзя ли поточнее? Думаю, само послание все прояснит. Шепард, мы прячемся. Мы взрываемся в землю. Но мы знаем, что ты ищешь тех, кто исказил песни наших матерей. Когда настанет час, наш голос объединится с твоим, и наше крещендо сожжет тьму до тла. Спасибо, Шепард. Благодаря тебе, Рахни снова смогут петь. Приятно слышать, что ваш народ возрождается. Вы где-то рядом? Королева Рахни не здесь. Это послание одной из многих воспоминаний, что она оставила мне. Мы встретились с ней в мире, которого нет на галактических картах. Она спасла мне жизнь. Более того, она дала мне цель. Они удивительный народ, Шепард. Благика в долгу перед тобой за то, что у них появился второй шанс. Как вы встретились с Рахни? Я работала курьером, мой корабль захватили пираты, и меня силой притащили на планету, координат которой нет ни на одной карте. Я была тяжело ранена, одинока, и меня ждала смерть. А потом меня нашли они. Нашли и спасли. Но ты же оказалась за пределами их мира. Рахни дали тебе корабль? Нет, бесчисленное множество рабочих починило мой корабль. Теперь он работает даже лучше, чем раньше. А чем-то они напоминали мне хранителей цитадели, своей сплоченностью, наверное, и тем, что у каждого есть цель. Ты сказала, что королева дала тебе цель. Что это значит? Когда я пришла в себя, королева разделила со мной песню. Я увидела Рахни так, как могла увидеть только Азари. Они так прекрасны и беззащитны. Им нужен был кто-то для покупки вещей, которые они не смогут производить. Кто-то для работы в системе. Так сказать, агент. Я рада помочь. Моя жизнь в качестве курьера была пустая и бессмысленная, а теперь я помогаю великой расе возродиться. Ты и впрямь так легко отказалась от прошлой жизни? Ты все еще думаешь, что королева контролирует меня. Я понимаю, но совсем не так. Наши разумы находятся в абсолютной гармонии. Я увидела их внутреннюю красоту и приняла их нужды. Я знала, что должна делать. Если частично это вызвано внушением, то оно было необходимо для спасения моей жизни. Я счастлива. Расскажешь мне, где можно найти Рахни? Боюсь, что нет. Я и сама больше этого не знаю. После встречи с королевой Рахни эта информация была удалена. Это не больно. Просто я больше не помню. Когда будет нужно, я вспомню. И осторожность понятна. Галактика еще не готова к возвращению Рахни. Если ты можешь передать ответное сообщение, скажи, что я не теряю бдительности. Очень не хотелось бы думать, что она не заслуживает второго шанса. Ты не разочаруешься. Она хочет только мира. Удачи тебе, капитан Шепард. Мы больше не увидимся. Все, вспомнил я. Королева Рахни — это последняя представительница этого вида, с которыми кроганы воевали. Мы дали ей второй шанс. Она прям клялась и божилась, что больше никаких агрессивных телодвижений совершать не будет. В общем, мы не дали уничтожить целый вид разумной жизни. И теперь они отстраиваются. Может, мы еще об этом пожалеем, но пока что все в порядке. Сказа Херима станет очень-очень бедной. Спасибо за помощь, Шепард. Люблю портить жизнь Азари. Они такие высокомерные и не стареющие. А стоит их прижать, визжат как школьницы. Должно быть очень хорошо, когда работа доставляет удовольствие. Я хотел работать в полиции, в СБЦ, но семья увязла в долгах. Мне нужны были деньги, которые обычно платят. Кроме того, на этой работе не увидишь ничего такого. Отчего снятся кошмары? Белые воротнички совершают преступления без лишней крови. Черт, в этот раз не приходится ходить в платье и на каблуках. Приятно было тебя встретить, Жанна. Все, что ли, поговорили? И мне, Шепард. Еще увидимся. А, какие стек, к черту. И поцеловала шлем. Намного лучше, чем автограф. Береги себя, Шепард. Ничего себе. Нам поцеловали шлем, и мы получили 40% опыта. Так, хорошо. Эту, значит, мы побочечку закрыли с Джуанной. Да, вот она закрытая. Так, эту мы закрыли. Значит, что у меня осталось? Лиара взлом системы. Я не помню вообще, где нам это все взламывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько квестов. Мастер маскировки работает в условиях безопасности. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. В цитадели, цитадель. Ну, понятно, у нас на цитадели уже огромный список. Единственное, что Лиара взлом системы у нас осталось. Но я не помню вообще. И получается, здесь у нас осталось. А, нет, властелин-антенна по бочке у нас осталось. Так, получается Лиара. Илум. Лиара взлом системы. Ну, давайте еще раз почитаем. Найдите охранные терминалы и взломайте их. А зачем? Найдите необходимые данные и передайте их Лиаре. Хорошо, а где они, эти терминалы-то? Я бы вот помнил бы еще. Это было-то тысячу лет назад. Сувениры Илума, стоянка такси, офис. Наверное, офис слежения, да, раз охранные терминалы. Офис Лиары. Ну, пойдемте в офис слежения. Попробуем там разобраться, что там за офис слежения. Как туда пройти. Транспортный отдел. Я правильно иду? Шиппинг. Шиппинг это типа... Корабельный док. Так, если мы пройдем вот так, вот так, как-то вот так вот мы пройдем. Короче, вектор движения правильный. Он куда-то ведет вот сюда, за стену. А, так, наверху мы перейдем к офису Лиары как раз. Ребята, ребята, расступитесь. Значит, нам все-таки вот сюда. Так, хорошо. Хорошо, сейчас найдем эти охранные терминалы. Я, если честно, уже не помню, какую там информацию ищет Лиара. Но, Лиара к нам клиня подбивала в первой части. Послушайте, у меня есть очень важная информация для семьи Кироса на Сана Дантиус. Не оставила мне времени на сборы. Ну, давай, давай, уговорил. Я с тобой поговорю, давай. В чем дело, у меня важный телефонный разговор. Я нашел ваши данные, а вы взгляните на это. А какие данные? Не помню. Ладно, хорошо, вот так. Я услышал ваш разговор. Вы ищите эти данные? Архивы семьи Кироса? Вы нашли его? Спасибо. А, ну вот и все. Вся моя семья так волнуется, эти данные невосстановимы. Вряд ли я смогу вернуть их из здания на сцену. А почему эти данные так важны? Это генетические данные всего рода Кироса. Они нужны для брачных переговоров на высокем уровне. Для людей это, наверное, что-то вроде родословной. Без нее наша позиция в таких переговорах очень слаба. Без генетических данных моя семья будет страдать несколько поколений, а то и вовсе исчезнет. Если эти данные так важны, почему вы не делаете резервных копий? Мы делали. Но враждебная семья запустила компьютерный вирус, и наши техники все прошляпали. И вирус стер все данные. Я потерял уже целое состояние на восстановление данных, и тут Нассена словно обезумела. Мы живем в мире бесконечности... бесконечной избыточности данных. Лишится такой важной информации из-за одной злобной азарии. Вот ваши данные. Надеюсь, вашей семье это поможет. Вы даже не представляете, как сильно поможет. Я не знаю, кто вы и откуда у вас данные, но спасибо вам большое. Вот вам за помощь. Будьте тоже благословенны. Отлично, мы получили опыт, мы получили герой. Так, ну вот, кстати, это и было, передать вот эти вот данные. Так, торговый зал, шиппинг. Получается, мне вот сюда. Вот тут я увидел закуток и лесенку. И, значит, мне вот сюда. Так, хорошо. Тан-тан-тан. Значит, говорите, в масс-эффекте Андромеде Азари перерисовали еще поскромнее. То есть, вообще без объективизации. То есть, логику того, что нормально гетеросексуально ориентированных игроков не возбуждает синяя женщина с кальмаром на голове, их тоже не устроило. Да, они еще решили перерисовать. Ой, куда катятся мы, ребята. Реальных женщин в спортзал не загонишь. Это, видите ли, унижает их достоинство. Они готовы лежать на диване и потом кричать, что они... Би-би-би, я такой как-то! Ну, короче, не важно, что они там кричат. В видеоиграх красивых женщин рисовать нельзя. Последнее время даже на специализированном ресурсе, где я смотрю специализированный контент, что-то с какие-то очень прозаические женщины, без большого чем дышать, с бледной кожей, какими-то прыщами, коростами. Зачем? Это тот мир, где я хочу вымысла и какой-то эстетики, и красоты небывалой. Ну ладно, отвлеченные разговоры, продолжим. Так, офис слежения. Тут написано полиция. Шила, говорите. А зачем нам говорить с Шилой? Нет, нет, пока не удалось. Она утверждает, что все было законно. А, подождите, Шила, это же полицейская? Или что? Давайте поговорим. Шепард, я, наверное... Вы меня не помните. Я... А, Шиала. Мы встречались на Феросе во время нападения гетов. Сарен отдал меня в рабство Торянину, а вы убили его и спасли меня. А-а-а-а! Я вспомнил тебя. Я пообещала, что Надежда Джу возродится. В общем, именно поэтому я здесь, на Илуме. Помните, да, эту колонию мы зачищали от говорящей картошки, и получается, из говорящей картошки вот она выпала, и мы ее не убили. Ну, были вынуждены убить остальных, потому что они нас атаковали, а там, по-моему, поговорили, короче. Как Надежда Джу, мы много перестроили, и кое-какие детали пришлось даже брать у уничтоженных тобой гетов. Но исследователи Экзогени вернули обратно в главный офис компании, вместе с останками Торянина. Это Экзогени снова третирует колонистов, или Торянину как-то удалось выжить? Нет, Экзогени очень внимательны к Надежде Джу. Они, похоже, действительно пытаются помочь нам выжить. А Торянин мертв, хотя, учитывая, как трудно было убить его, я понимаю твои опасения. Сдается мне, что по сравнению с нашими приключениями на Ферресе, мои мытарства на Илуме скажутся слишком приземленными. Мытарство? Сколько сотен лет я не слышал слова мытарство? Только анекдот про француженку. Но не буду рассказывать. Ребенок рядом сидит. Анекдот матный. Могу я чем-то помочь? Я была бы очень признательна. Я уже исчерпала всем дипломатические навыки. Дальше могут быть только неприятности. У некоторых колонистов, после того, как они побывали под влиянием Торянина, появились проблемы со здоровьем. Мы наняли группу экспертов для проведения медицинских обследований. Но медицинские контракты позволяют компании проводить инвазивные процедуры без нашего разрешения. Вот почему я здесь. Почему ты зеленая? Хороший вопрос. Расскажи подробнее, что за контракты подписала для этих исследований. Границы Баррии заинтересовались нашей проблемой. Они предложили провести медицинское обследование фактически за бесценок. Мне следовало знать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но мы были в отчаянии. А в контракте мелким шрифтом было написано, что мы сделаем свое согласие на проведение дополнительных инвазивных процедур, если только они сочтут это нужным. Они сочли. Кстати, да, зарежи синие, а она зеленая. Точно. А почему они силой заставили... не могут заставить силы пройти процедуры? Нет, они могут обвинить нас в нарушении контракта, после чего нам придется уплачивать стоимость лечения полностью. Надежда Чуд только что встала на ноги. У нас нет таких денег, Шепард. Что за проблемы со здоровьем были у колонистов? Головные боли, мышечный спазм похожи на то, что они испытывали, будучи под контролем Торианина. А иногда, оказавшись рядом с другой бывшей жертвой Ториана, колонисты разделяют ее страдания, такие как жар или боль. Наверняка причиной тому микроскопические остатки спорта Торианина. Вот почему мы хотим изучить их и найти лекарства. Минуточку. Шиала. Ты была зеленой только когда Ториан сделал из тебя клона. На самом деле ты была синей, как и все Азари. Эти проблемы со здоровьем, как я и говорила, связаны с влиянием Ториана. У меня они тоже не минули. Через пару месяцев после смерти Ториана пигмент моей кожи изменился, а биотические способности неожиданно стали нестабильными. И еще мне снятся очень красочные сны о времени, проведенном старянином. Это так выбивает из колеи. Позволь мне разобраться. Я поговорю с экспертами. Я ценю это, Шепард. Представитель границы Барнии знает о проблеме. Так, ну тут надо разобраться, потому что что, мы зря что ли с картошкой сражались на этой планете и прям целую колонию спасли. Нет, нет, тут-то, как говорится, хоть того Шепарда, который все сделал хорошо и разобрали уже на запчасти, мы типа новый Шепард. Но мы помним, что мы не зря старались с вами. Елка вспыхнула огнями. Так, офис и слежение. Но вообще я шел в офис и слежение. Давайте я сначала в офис и слежение загляну. Ага, фигушки. Тут, видимо, надо поговорить с оператором Дарой. Поверить не могу, что вам помогает юстициар. Да, открой нам дверь. Так, все хорошо, отлично. Я понял. Так, фигушки, эта дверь закрыта. Как нам туда попасть? Ну, мне кажется, да, что мне надо туда еще раз давать им напряжем то, что у Антона нет. Мозг. Илум, медицинское исследование. Хорошо, хорошо, я рад. Панормандия, продукты питания. Что это, прибытие? Адмирал Хакетт. Да, 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 да. Сюда, вот. Взломать охранные терминалы. Найдите охранные терминалы. Может, я не нашел охранные терминалы, может. Еще раз. Почему я сделал вывод, что мне надо именно сюда? Потому что офис слежения. А, а, кстати, может быть, мне и вот сюда защитные системы чего-то там. Пырым, пырым. Ну-ка. Да, да, я тебе обязательно расскажу, как только разберусь. Потому что, конечно, мы эту колонию с таким трудом отстояли. С картошкой так долго сражались. Что мы, конечно же, должны промониторить это дело, чтобы все было хорошо. Думаешь, оружие и броня Гитвей достается... Так, ну-ка, продается оружие. Склад вон там, и не глупитесь. Здесь все под видеонаблюдением. Хорошо. Ты кто? Защитные системы. Это что? Станция безопасности. Взломать терминал. Отлично. Станция безопасности. Взломать терминал. А здесь мы что можем купить? Ух ты, Шерепт, это мы хорошо заглянули. Урон, пистолет, пулемет. Приобрести модуль. А, так я же его уже поднял. Защита от урона. Все, все, все. Урон штурмовой винтовки. О-о-о, я вижу слово урон, я попа в ладошки играет. Накладки усилителей для плеч. Ммм. А есть бархатистая подушечка? Подписю. О-о-о, специалист по оружию. Жесткое укрепление кожи. Здоровье капитана увеличивается на 20. Шикарно. Урон штурмовой винтовки на 20. Шикарно. Так, никто не смотрит. Взломываю терминал. Так, давайте, значит, оранжевая, коротенькая, синенькая. Начать взлом. Оранжевая, коротенькая, синяя. Оранжевая, коротенькая, синяя. Оранжевая, коротенькая, синяя. Есть. Так, две оранжевых, две оранжевых, две оранжевых. Я смотрю по нижнему модулю. Так, и куча зеленых. Есть. Чтобы обнаружить уязвимую систему, используйте дальномер. Что такое дальномер? Блин, а что такое дальномер? А как использовать дальномер? Подождите. А, а что такое дальномер? На какой кнопке? Шифт. Зажать. Покажи мне. Блин. Блин. А, пикает. Все, бегу. Да нет, я не хочу с тобой говорить. Нет, 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 нет. Нет, выйди. Не интересуют меня товары. Выйди из диалога. Да... Да как выйти из диалога? Да выйди ты! Не... Выйди из диалога! Уйди! Да уйди, я потом буду с тобой говорить. Да уйди, отстань! Так, надо бежать за пищалкой. Вот это что ли? Нет, за пищалкой надо бежать. Вот сюда надо было бежать. А-а-а! 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 Тьфу! Твою мать. Степенье 56, правда, теперь выплачивается детям из малообеспеченных семей земли. Это позволило нескольким десяткам юношей и девушке стать личной бандой, пойти на военную службу или продолжить обучение. Отлично. Так, не получилось у меня хакнуть. Там, короче, какие-то терки, тоже надо пойти разобраться. Так, белая и синенькая, начать взлом. Бляха-муха. Чего еще раз? Синенькая в воздухе должна висеть, вот так. Так, теперь что должно быть? Господи, синяя-зеленая и много пробелов. Синяя-зеленая есть. Теперь что должно быть? Две синих строчки оранжевые. Две синих оранжевые. Две синих оранжевые. Есть. Так. Бежим, бежим за индикацией. Ага. Нет. Наверное, вот это. О-о-о! Все, что ли? Все получилось взломать? Терминалы получилось у меня взломать? Взломать охранные терминалы. А, ну, видимо, где-то еще есть охранный терминал. Видимо, где-то еще есть охранный терминал. Вот этот мы, видимо, взломали уже, да? Да все, не надо мне. Я жму пробел, чтобы бежать, и он считает, что я... Все, этот терминал погас. Ясно. Все, понятно. Так, вот тут какие-то терки были. Что-то происходит. Здравствуйте. Не обращайте внимания на посторонних этого псевдокавалера. Чем могу помочь? А почему вы расстались? Ну, видимо, с тем Кроганом. Он такой серьезный, о детях задумывается. Чар отлично подходит для свиданий, но для совместной жизни... Он такой серьезный... Понятно. Кроганы живут долго, это не то, что люди, которым привыкаешь максимум на сто лет, а потом они умирают. Ой. Не обижайся. Мне хочется знать, правда ли я ему нравлюсь, или он просто хочет потомство. Вы же знаете, из-за генофага ему по-другому детей не завести. Вы бы спросили его сами об этой истории? Спрашивала. Он, кажется, так и не понял, что наши дети могут быть только Азари. Другие расы не всегда понимают, что мы не берем себе инопланетную ДНК, а только используем ее, чтобы разнообразить генетическую информацию. Чар тогда замолчал надолго, а потом сказал, что полюбит наших девочек, какого бы цвета они не были. Азари обычно не встречаются с Кроганами. Как вышло, что вы сошлись? Он парень забавный, умный, особенно для Крогана. И работа неплохая, техником трудится. Весело, конечно, путешествовать несколько столетий наемниками или танцевать в барах, но потом-то мы становимся Матронами, вы ведь в курсе. У нас удаляет татуировку со спины, голова снова становится синей, и мы заводим потомство с надежным партнером. Поговорите со своим приятелем, иначе он так и будет выкрикивать свои стихи. Понимаю, но это нелегко, мне очень нравится. Да что говорить, я люблю его. Но не знаю, станет ли он хорошим мужем. Не знаю, что вам посоветовать, в любом случае, удачи. Большое спасибо за помощь. А с Кроганом-то можно поговорить? А, с Кроганом нельзя поговорить. Сейчас мы тут быстренько шашнину ведем. Так, эти диалоги мы слышали, лучше его вернуть, от него стоит избавиться. Вернуть, конечно, конечно, семья. Посмотрите на него, он же с ума по вам сходит, правда? А вдруг он просто хочет детей? А я что ему, родильный аппарат? Он говорит, нет, но... Если он так сказал, значит, вы либо верите ему, и тогда беспокоиться не о чем, либо не верите, и стало быть, все решено. Я в этом не думала. А ведь я ему верю. Если он так сказал... Я пойду и поговорю с ним. На терминале вам установлена скидка. Спасибо за помощь. Ох ты ж, ничего себе. Я выбил себе скидку, просто... Что-то там набубнив. Нормально. Пойдемте отоваримся, раз такое дело. Да, моделька корабля крейсера Альянса. Почему бы и нет? Пособираем на досуге. Модель челнок Кодьяк. Почему бы и нет? Подарим кому-нибудь. Модель грузового судна класса Атабаско. Атабаско. Преджекский веслонос. О, рыбка! Рыбка! Плоская синяя рыбка, известная странными пристрастиями в виде и способностями перемещения. Рыбку! Я купил рыбку в каюту! Я купил... У меня рыбка есть! Надо потом обязательно запустить ее в аквариум. Или может она уже... Ей не нужна рыба, пап. Может футболку или плакат? Так, хорошо. Мне надо терминалы еще взломать, видимо. Видимо, я не все терминалы, ребят, нашел. А вон там, что за терминал? Вот это что за терминал? Новости галактики слушать. Я их слушал. Здесь у нас что? Станция безопасности. О, взломать терминал. Так, есть. А... Чего? Оранжевая и синяя пробел. Оранжевая и синяя пробел. Есть. Белая длинная внизу. Белая длинная внизу. Белая длинная внизу. Тут вверху. Очень обманчиво. Есть. Оранжевая и синяя пробел. То же самое, с чего начинали. Оранжевая и синяя пробел. Оранжевая и синяя пробел. Ну, где-то оранжевая... Не вижу. Оранжевая и синяя. Ну, где-где-где? Оранжевая и синяя пробел. Где? Где? Это не... Ну, конечно... А ты еще и... Вон она внизу была. Увидел, когда взлом прекратился. Козлы. Так, оранжевая и синяя пробел. Вот она. Так, теперь что? Оранжевая-синяя? Что-то как-то однообразненько. Оранжевая-синяя. Так, две синих-оранжевые. Две синих-оранжевые. Две синих-оранжевые. Две синих-оранжевые. Есть! Так, и теперь надо бежать, видимо, опять за пищащей штукой, да? Бегу правильно. Вот сюда, наверное. Ага, есть. Так, и где-то еще, значит, терминал должен быть. Бариана Фронтис, обзор. Ладно, сейчас мы тут будем договариваться с медицинскими исследованиями, но надо сначала терминалы все сломать. Так, два терминала я сломал, но, видимо, три надо сломать, судя по всему. Сейчас найдем третий. Так, все, этот погас, этот неактивный. Здесь у нас что, новости галактики, слушать. А вот здесь на стоянке такси нету никакого терминала. Вот что-то есть, какой-то терминал. Так, он неактивный. Он неактивный, так. Нос Астра Экс Челлендж, не знаю, что это такое. Станция безопасности, станция безопасности, взломать терминал. Так, начнем с маленькая беленькая, маленькая оранжевая. Маленькая беленькая, маленькая оранжевая. Так, есть раз. Куча зеленых, куча зеленых, куча зеленых. Есть. Теперь куча оранжевых слева. Куча оранжевых по левому краю. Куча оранжевых по левому краю. Вот. Так, и куда мы сейчас побежим? Куда ты, тропинка меня завела? Побежали. Сюда побегу. Правильно, что ли, бегу? Лиара, ээ, Шепард, это Лиара. Да, ну у меня. Найди время и приходи ко мне. Все, отлично. Так, Лиарина поручение выполнили. И теперь давайте разберемся с этими. Что там, значит? Что, мы зря, что ли, с картошкой сражались? В предыдущей части надо разобраться. Вот это, кстати, растения прикольные. У меня такие были комнатные растения. Типа агавки, что-то такое росло. Потом мы переезжали, я их оставил. И нет у меня больше таких комнатных растений. Так, хорошо, Ирине, будьте любезны, поговорите со мной. Я вас заметила, человек. Вы хотите обжаловать медицинский контракт, который подписали колонисты с Ферреса? Предлагаю вам уйти. Ваша жизнь и без того коротко. Не тратьте ее зря на разговор со мной. А ты в курсе, что эти жизни колонистов жизни благодаря мне? Перед тобой, между прочим, стоит капитан Шепард. Он там в новостях слышал, и даже детишкам стипендию имени Шепарда выплачивают. Кстати, я, кстати, угрохал ваш совет, поэтому ладно, понимаю, почему ты злишься. Почему вы так настаиваете на экспериментах? Какую пользу они вам принесут? Это вас не касается. Был подписан законный контракт, оговоренные обязательства, остальное не важно. Вы все такие люди, саларианцы, турианцы, являетесь на нашу планету и жалуетесь на наши же законы. Галактика была бы куда бы лучше, если бы никто в ней так и не вышел из зачаточного состояния. Ну, кроме Азари, конечно. О-о-о! Расистка! Знаете что, надо было юстициара Азари с собой взять. Юстициар, наверное, в законах Азари нам бы сейчас помогла. Но я не взял. Ну, давайте вот это вот, кстати. Почему вы так не любите другие расы? И правда, почему? Может, из-за саларианцев, которые нас напустили на нас, арахни? А потом, чтобы исправить ошибку, и еще и толпы кроганов? Или турианцев, которые все проблемы решают бомбежками? Или из-за людей, которые тут безгоду не едят, а рвутся командовать? Все войны, вспыхнувшие в галактике, дело рук ваших рас. Смерть моих соплеменец на вашей совести. А тут не поспоришь, я многих Азари уже к прадцам отправил. О чьих же смертях мы говорим? Мать моих дочерей убили на корабле Кварианцев во время первого восстания гетов. Мои дочери погибли на цитадели во время атаки гетов. Одна из них работала в посольстве, Дугара, другая швейцаром у спутницы. Я не намерена строить предположения человека, другие расы никогда не станут ми-союзниками, они годятся лишь для исследований. Почему ваша супруга жила у Кварианцев? Она их изучала. Не технологии, а музыку, и нравилось их искусство. Она говорила, что у них древние души. Я думала, мои дочери пошли в нее, они обе любили обращаться, знакомиться с новой культурой, общаться. Понимают чудесные дочери. С их гибелью галактика многое потеряла. Да, это так. Вы думаете, они бы одобрили ваш шаг? Я... Ох, нет, ох, ох, ой, что же я наделала-то? Внезапное озарение пришло к ней. Вдруг. Я отошлю исправленный контракт. Никаких больше тестов, никаких штрафов. В галактике и так хватит горя. Незачем его умножать. Вот так вот, видите, как все просто решается? Вековые обиды достаточно просто нужное слово сказать, да? Сейчас перейдем на границу Азербайджана и Армении. Просто пара нужных слов, и танки-пушки развернутся и уедут сами собой по домам. Эх, было бы здорово, если бы это в реальном мире так же работало. Так, звездная карта, звездная карта, центр Аида. Купить звездную карту. Я все хочу купить, я не знаю, зачем она мне, но я ее куплю. Пригодится. Как та ворона. Пригодится. Так, ну что, мы, видимо, в этом прохождении стрелять ни в кого не будем. Ты достал звездные карты? Да, пришлось связаться с Ириной. Теперь хочется принять душ. А чего ты ожидала? Она же чисто кровка, они все такие. Я достал звездные карты. Хотите, я вам продам звездные карты правой рукой? Хчч, по этой булочке. Левой рукой, хчч, по этой булочке. Договоримся? ПОХАПНИК Мне кажется, моя гвардия этого не одобрит. У тебя все получилось, я только что получила исправленный контракт. Спасибо, Шепард. Надежда Джушнова обязана тебе спасением. Не думаю, что я могла бы. Неужели так всегда? Вчерашние проблемы обретают новую форму. Почему никогда не получается исправить все разом? Не думаю, что я бы могла не... А, это я прочитал уже. У тебя есть возможность что-то изменить. Не каждый может похвастаться тем же. Тебе удалось спасти колонию, у нас появился шанс. Я не могу их подвести. И не подведу. Спасибо тебе за все, Шепард. Я продолжу делать все, что смогу. Может быть, когда-нибудь я не буду заниматься организацией колонии, а у тебя не будет столько дел. Да что же кальмары-то клеятся ко мне? Ну почему кальмары? Все, я понял тебя. Понял. Все, приезжайте. Приезжайте. Знаете анекдот на эту тему? Женщина мужчине звонит. Женщина мужчине звонит по телефону и такая... Я сегодня буду весь вечер одна. Приезжай. Э, не, я не хочу. Что-то мне скучно. Там типа дела. Ой, ну приезжай. Купим бутылочку вина. Включим музыку. Что-то, слушай, я пить не хочу вина. Я вино не люблю. К тому же музыка. Ты знаешь, и так там голова боль. Приезжай, трахнемся. А-а-а. Намек понял. Так и Шепард у нас. Красавчик мужчина. Востребован на все сто. Эй, мы ведь друзья. Я не собираюсь чего-то там. Нет, что ты подумала? Думаешь, легко было быть чистокровкой? Я все детали делаю такие глупости, чтобы меня оставили в покое. Ты смеешься над глупыми наркоманами? Я могла быть одной из них. Что у вас происходит здесь? Так, хорошо. Значит, теперь нам надо вернуться к Лиаре. Раз уж мы тут кругом и везде положительные. Нормандия, продукты питания. Что, у меня, конечно, список побочек наконец-то кончился. Адмирал Хекетт. Антенна. Так, система Жнецов свой-чужой. Но это, видимо, основной квест. Вот это Самара, Ярда, как ши... А, это надо гнать дочь ее. Да-да-да. Ой-хе-хе-хе-хе. Сколько тут... Надо еще сумасшедший Джек сгонять, помочь ей разнести ее. Специальный комплекс. Да-да-да. Она хочет вернуться в этот комплекс и уничтожить его. Надо еще к Барбулятору вернуться обязательно. Вербовать ее снова. Таль выполняет секретные задания адмиралов, мигрирующего флота. Нахестерами, глубоко вконтролируемые геттами части космоса. О, здесь точно пострелять придется. Вот это талантливую воровку еще, я тоже не знаю. А, ну это на стадель надо лететь. Так, хорошо. А что, я исчез? А, вот, нет, не исчез. Ляра, взлом системы. Доложите, Ляре, охоте, дел. Ну все, пойдемте, взлом систем. Доложим, Ляре, охоте, дел. Где я стою и куда мне идти? Стою я, правильно? Идти мне вот сюда. Барахла всякого прикупил. Ну, сегодня, похоже, ребят, прохождение без пострелушек. Всякую побочку выполняем, мелочевочку. На самом деле, это очень полезно, потому что очки, очки опыта-то идут за побочки. Прокачечка-то никуда не девается. Прокачиваем мы нашу Шепардину. Администрация, да, она же в администрации сидит. Наша очень важная персона. Так, я думаю, уже могу... Уж кальмару я могу без стука заходить, как-никак свои. Здравствуйте, Ляре. Шепард, рада тебя видеть. Спасибо за системные данные. Вот, возьми, это, конечно, мелочь, но надеюсь, что она окажется полезной. Помнишь серого посредника? Добытые тобой данные помогут мне найти хранилище информации его агентов. Серый посредник, да, мы должны были там с ним что-то сделать, и не сделали в первой части. Ты прячешься от серого посредника? Я могу тебе помочь. Вообще-то, правильнее было бы сказать, что серый посредник прячется от меня. Наши пути пересеклись вскоре после твоей смерти, Шепард. С тех пор я пытаюсь добраться до него. Благодаря добытой тобой информации, я подберусь еще на шаг ближе. Пойдем со мной, я помогу. Что случилось? Раньше было невозможно представить себе, что ты будешь готова охладнокровно казнить кого-то. Что с тобой сотворил этот серый посредник? Я работала с другом. При хвостне серого посредника нас поймали. Мой друг не сумел спастись. Не знаю, мертв он или его все еще допрашивают, но его нужно найти. Я обязана ему жизнью. Я должна заставить серого посредника заплатить по всем счетам. Ты не пойдешь со мной, потому что преследуешь серого посредника? А если я помогу тебе его найти? Прости, Шепард. Прости, Шепард. В галактике все немного по-другому. Мне нужно искать зацепки, отслеживать информацию. Мне нужно работать. А на Нормандии я не смогу всем этим заниматься. Я хотела бы, но... Ты угробила два года жизни на поиске серого посредника Ляра. Это же бред! Ты не знаешь, что он сделал, и ты не можешь знать. Тебя же не было в живых. А после твоей смерти мы все сделали то, что должны были. Не будем спорить, у меня осталось слишком мало друзей, я не могу рисковать еще одним. Тебе нужно было что-то найти? Давай найдем серого посредника. Я знаю, что ты ищешь серого посредника. В сербере мне рассказали, где он находится. Хочешь узнать? Да, это так. Четвертый раз встает за диалог. Да сиди уже. Позволь посмотреть. Кажется, это запись переговоров между агентами серого посредника. Есть намеки на зацепки и местоположение, и... Тут есть кое-что про Феррона. Он все еще жив. Кто такой Феррон? Вот именно. Мой друг. Он помог мне забрать твое тело у серого посредника. Зачем серому посреднику мое тело? Он собирался продать тебя коллекционерам, но мы с Ферроном ему помешали. Феррон пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Значит, ты спасла меня? Как же я попал к серберу? Они дали мне сведения, необходимые, чтобы спасти тебя. Прежде всего, они свели меня с Ферроном. Выбравшись оттуда, я передала тебя им. Они сказали, что смогут поставить тебя на ноги. Ты спасла меня от коллекционеров. Если бы не ты, меня бы здесь сейчас не было. Спасибо. Я не знал, что ты будешь чувствовать после воскрешения сербером. Вдруг бы ты решил, что тебя предали. Они воскресили тебя, а теперь дают мне возможность найти Феррона. Прошло два года, и я даже не надеялась. Кажется, вы с Ферроном были близки. Забавно, но он не раз меня предавал. Он работал и на цербер, и на серого посредника. Тем не менее, в конце концов, он пожертвовал собой ради меня. Я обязан ему жизнью. Твой друг, мой друг. Что предпримем? Я... я не знаю, мне нужно подготовиться, подумать. Я отправлюсь домой. Если захочешь что-то узнать, воспользуйся моим терминалом. Ты в порядке? Все хорошо. Я два года планировала, как отомщу. А теперь у меня появилась возможность спасти того, кого я считала мертвым. Разреши мне тебе помочь. Я к тебе загляну. Хорошо. Надеюсь, я смогу что-то придумать к тому моменту. Спасибо, Шепард. Ого, квестик-то развивается прям. Слушайте, ну, нет, конечно, эпическая работа над... Вот тут я готов прямо упасть в ноги и целовать пятки сценаристам второй части. Вот это проработка сценариев, конечно. Это... вот это прям хорошо. Что... ты просто не можешь оторваться от побочки. От основ... тебе и туда, и сюда, и тут тебя, и прям за... И... да что такое? Я хочу сесть за стол за ее. Видимо, нельзя здесь сесть за ее стол. Так, более подробная информация недоступна. Говорит, воспользуйся моим терминалом. Пользуюсь твоим терминалом. Все запаролено. Ах ты, что-то-то-то-то хитрая, азари. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Логово серого посредника. А-а-а, логово... Еще один квест. Хороший, хороший. Остановитесь. Я не узнаю, сколько часов я должен играть. Часов сто, наверное, должен наиграть, чтобы все сделать. из туда бы побежал и сюда бы побежал сегодня помнишь куда хочешь побежать завтра уже забываешь но куда-то бежишь о и смотрите сколько мы уже сделали смотрите сколько мы уже сделали а по бочке это мы еще даже все-таки на цитадель не вернулись а мы должны на нее вернуться ой какой кошмар так хорошо логово серого посредника взять такси до квартиры лиары ну давайте возьмем такси до квартиры ляра раз уж пошла такая пьянка доставай все огурцы шепард твой то огурчик готов похоже сейчас кальмар рискует все-таки получить то что она давно уже хотела получить наши капитанские телеса пусть и реанимированные главное чтоб все что должно быть было пришито куда надо мне нужны самые лучшие технические усовершенствования что у вас есть так я ведь бегу сюда с какой целью с целью найти стоянку такси я ведь правильно бегу я смутно помню что где-то бы были такси так куда меня черти перенесли все я заблудился давайте признаем честно я заблудился бар вечность офис лиары service technologies нормандия грузовые уровни защитные системы сувениры и лома а ну вот же такси стоянка такси ребята разворачиваемся мы опять пришли не туда все таки вот маркеры заданий было бы вот неплохо прикручивать вот чтобы вот от этого понятно что это типа нереалистично ну и идите в жопу зато время экономит которого и так не особо много так сообразим по карте сейчас вектор движения правильный нам вон туда вот ну конечно потому что я же с офиса спустился мне вот сюда надо было все правильно волосы прикольные ребята они в скафандрах своих живут иначе их раздует просто и разорвет к чертовой матери они не приспособлены для этих условий куда-то вот туда у нас вектор движения вот сюда тут есть еще прикольная раса которая знаете забыл как называется на четырех ногах которые стоят они с родны у них на родных планетах повышенная гравитация поэтому они медлительны стоят на четырех ногах если они на родной планете падают случайно падают то все они кстати уже не могут из-за высокой гравитации а еще они не умеют высказывать эмоции но это важно при передаче информации поэтому они все свои эмоции договаривают типа что-нибудь там у вас маленькая писька шутка прикольные парни так стоянка такси все полетели квартира лиары погнали что-то играю в mass effect захотелось выслан 3 перепройти там два дополнения уже на нее вышли я так и не играл так но мы продолжим действовать этими нашей шайка лейкой у нас здесь у нас забег значит чисто человеческой троечкой так умение 4 4 очка умения у меня есть совершенство в технике что она мне даст ваше созидательное умение становится эффективней это здорово взлом искусственного интеллекта заморозка штурмов дрон прокачан воспламенение давайте я буду как это воспламеняющая взглядом буду всех воспламенять разжигать в синих азарейках страсти зажигательные патроны нет копим у тебя тоже копи давай сразу чтобы брыжи прям полностью улучшать подожди хотя подожди у тебя же удар поднимать цель воздуха ударяя это землю все мы же с тобой добились и доверия как кстати вращать персонажа ну что можно было же вращать нет нельзя мне кажется а давай ладно будет у тебя вот так так с оружием с оружием все нормально о мы прилетели в офис ляры ничего себе полицейский ссылма соберите отпечатки передайте а было несколько выстрелов да тут сейчас будут работать техники центр у нас тут не шифрованный канал переключитесь на закрытый что произошло что происходит это кто такая что вообще происходит ты какая-то коварная женщина эта территория закрыта прошу вас отойти закрыта почему кто-то попытался убить вашу подругу капитан шепард спасибо ваши люди могут идти вы не можете уже сделано ничего себе похоже мы вляпались опять в историю спец корпус тактически чего-то там спектр я слышала вас не восстановили в звании жаль вы отлично поработали полагаю сегодня вечером вы должны были встретиться со своей знакомой лиара пыталась найти серого посредника серого посредника опасно иметь такого врага это типа это а за рейка спектр на совет работает такие шкин ты кот я думал сейчас мы поговорим завершим квест и все а тут мне на ну блин шикарно нет шикарный сценарий вот вот так надо делать ролевые игры вот теперь я всегда буду приводить два примера отличных ролевых игр это 3 ведьмак и второй масс эффект 3 еще не пробовал пока что первый нет вот второй масс эффект да да знаете этот мем типа первый масс эффект нет такой руками закрывается второй масс эффект да же первый масс эффект фуфло мне не понравился но без него было бы вообще не черта непонятно а тут прям очень шикарно шикарно вот это прям реально шикарно так хорошо тела вазир ее зовут тела вазир и что же нам известно около 25 назад кто-то застрелял в цене судя по следам от пуль перед тем как покинуть здание она задержалась почти на 4 минуты надо полагать это было важно если я здесь нет то где она если бы это знала то не стала бы рыться и и в боевые барахли крови нет тела тоже нет кажется ци не ушла отсюда с на своих ногах снайпер не ожидал что здесь будет кинетический барьер умная девочка параноик но умная полиция что-то обнаружила только беспорядок я бы дала им медаль за то что они сумели найти следы от пуль не надо принижать работу полиции тем более полиция заре я вообще-то между прочим сотрудничал с полицией и они очень знаешь здесь такие ребята готовы были рассказать рисковать своей жизни лишь бы выполнить короче общем сложная ситуация с юстициаром было я рождала дал меня она должна была оставить послание в ее офисе небезопасно ничего удивительного и лум та же омега только под другим соусом пока я не нашла ничего позволяющего ее отыскать вы лучше меня знаете цене где она спрятала бы резервные копии мне нужно осмотреться мне нужно осмотреться ничего себе осмотреть место происшествия и вот именно в следующем прохождении дорогие друзья мы займемся осматриванием места происшествия тут у нас получилось такая проходное прохождение проходное прохождение тавтология говорили не короче у нас здесь получилось но мы вышли на интересный квестик опять к опять куда-то нашего кальмарчика потащили наших кальмарчиков нельзя растаскивать мы знаете ли за своих это можем и стрельнуть из пушечки в кого-нибудь я думаю следующем прохождении стрельнуть придется ну что же всем спасибо за просмотр с вами был антоха играет до новых встреч и пока пока